Стали известны сроки сдачи сквера патриотические. Торжественное открытие новой общественной территории состоится уже 20 сентября. Когда Сергей Бердников принял решение о ее создании, по сути, спас первый на Южном Урале музей военной техники под открытым небом. После закрытия Дома обороны его экспонаты хотели демонтировать и сдать в металлолом. Теперь же они стали частью мемориала, посвященного участникам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, где было задействовано более 4000 магнитогорцев. Татьяна Артеменко продолжит. Еще месяц назад здесь был не столько парк, сколько неухоженная, похожая на пустырь территория, которую случайные прохожие пробегали не замечая. Теперь же она собирает немало зевак. Причиной тому военная техника. Сюда ее привезли одной из первых. И хотя благоустройство сквера еще не закончено, на знаменитом Т-72 уже лежат живые цветы. Воевали на этом танке. Они сюда приходят с удовольствием, как говорится, чуть ли не там обнимают, целуют свою Т-72. Это легендарная машина. Говоря воевали, Василий Муравицкий не имеет в виду Великую Отечественную войну. Танк Т-72 и другая собранная здесь техника состояли на вооружении Советского Союза в 1960-1990 годах и участвовали во всех боевых действиях тех лет. Возникла идея, как бы все-таки увековечить защитников наше Отечество, поставить памятник всем участникам локальных войск, в том числе Афганистана. И то, что сейчас действительно глава города выделил средства и организовали парк Патриотический, это, конечно, замечательный здоровый. Спасибо. Собирать эту технику Василий Муравицкий начал в 1990-х годах. Толчком к этому стала встреча с бывшим фронтовиком, почетным ветераном ММК Борисом Буйведом. Напомнив, что в годы войны каждый второй танк был из магнитогорской брони, он посетовал, что магнитка до сих пор не имеет своего музея боевой техники. И с тех пор это стало для Василия Константиновича делом всей жизни. Коллекция для этого необычного музея собиралась по всей стране. Два года ушло только на то, чтобы привезти в магнитку легендарный Т-72. Когда в 60-е годы был арабо-изоляцкий конфликт, то есть, в принципе, вот эта модель танк Т-72, четыре единицы, буквально там порядка 20 танков Абрамсон американских, раздербанили по полной программе. Эта модель очень в те времена была секретной. До сих пор мы видим основная масса наших танковых войск, это модизированные танки Т-72. Этот танк активно использовался в локальных войнах и на Северном Кавказе. И был для солдат не только орудием, но и боевым другом, который не раз спасал от смерти. То же самое можно сказать и о легендарном БТР, высокая проходимость которого не раз выручала в горах Афганистана. Поэтому, когда по решению Сергея Бердникова брошенную у закрытого дома обороны технику забрали и привезли в сквер, ветераны боевых действий, не сговариваясь, пришли на помощь. Наши ребята, ветераны Афганистана, Чечни, боевого браса, сюда приходили в свободное время, красили, заварили, где что можно и так далее. То есть, привели порядок, большое спасибо ветеранам. В результате сквер украсили шесть раритетных боевых машин, а его центральной композицией стал памятник солдату, выполненный московским скульптором Михаилом Баскаковым. Действительно, как бы, собирательный образ. Это и десантники, и летчики, и танкисты, и мотострелки, и пограничники и так далее. Это, как бы, памятник в славу и памяти наших участников локальных войн. Никто из Магнитогорс, я знаю, достоверно Москву не ездил для того, чтобы позировать. Но некоторые говорят, издали похож на Александра Карпенко, десантника. Это наше? Да, Магнитогорс. Также на территории сквера уже появились две гранитные глыбы, на каждой из которых будут размещены знаки 12 родов войск Вооруженных сил России. По замыслу создателей, этот сквер должен стать не только памятным мемориалом участникам локальных войн, но и местом, куда защитники Отечества могли бы прийти, чтобы поздравить своих коллег по службе, а также рассказать детям, что такое армия и для чего она нужна. Остается добавить, что до открытия этого пропитанного истории места остались считанные дни. Все дорожки сквера не только уже распланированы, но и отсыпаны. Проведены силовые кабели и установлено освещение. Поэтому вскоре останется только стряхнуть пыль с техники, что можно будет сделать 18 сентября на общем субботнике.